ГОРОД ГОТИЯ Один градус небольшое расстояние. На компасе это едва ли больше толщины ногтя. Но при определенных условиях один градус может быть очень большим отрезком, достаточным для того, чтобы уничтожить человека. Джаспер? Джаспер, письмо. ЗАГАДОЧНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Джаспера Морелла Прошло три месяца с момента моего последнего рейса. Я начал думать, что никогда не полечу снова. Поэтому, когда я получил от начальства приказ на погрузку, я почувствовал себя словно приговоренный к виселице, получивший отсрочку исполнения приговора. Я надеялся, что капитан Грисоулт также сможет простить меня. Прочь с моего корабля! Я вижу, что начальство оставило мне небольшой выбор. Но я не потерплю еще одной ошибки. Вы поняли? Да, сэр. Нужна помощь, джентльмены? Это большая честь видеть вас среди нас, сэр. Хотя я не был проинформирован, что мы будем перевозить пассажира, я был восхищен видеть его. Это был доктор Клод Белган, скандально известный биолог из Академии. Пойдем! Он заражен! Уходим, дитя мое! Морелла! Пружинные смазки, мистер Кэмп! Нагружены и разогреты, сэр. Мистер Кэмп, пропеллер на сто оборотов. Сотня, сэр! Морелла, мы в ваших руках. Какие-то трудности, сэр? Мистер Мореллу? Нет, капитан. Взлету готов. Подъемная сила. Давление в норме. Отдать концы. Поднять корабль. Вместе с тем, как воздушный корабль взмывал ввысь, улучшалось и мое настроение. Но мою радость омрачала осознание того, что Амелия не была рядом. Заносите их внутрь, сейчас прибудут остальные. Да, сестра? Возьмите серу солевой раствор и в палату 12. Да, что это? Кабинет свободен. Наш город был опустошен ужасающей болезнью. Я молился, чтобы в мое отсутствие с моей возлюбленной ничего не случилось. Через горизонтали и вертикали мы несем веру. Их тела должны стать золой, а они сами станут воздухом. До тех пор, пока все не повторится. 10 августа. Новый торговый путь связал нас с Республикой Лорентья, позволяя транспортным кораблям достигать нашего осажденного государства. Нашей задачей была установка маяков, дающих возможность использовать беспроводную связь. Задачей доктора было изучать нас. Вот тот. Поскольку летчики исключительно редко подвергались болезни, он убедил Академию профинансировать исследования, будучи свято уверен, что определенная высота полета приводит к исцелению. Да, доктор. Его критики так не считали. Впрочем, как и команда. У муравья изумительная организация. Хотя доктор был более чем на десятилетия старше меня, мы здорово поладили. Муравьи обладают недюжинными способностями. Каждый из них может поднять вес в 10 раз превышающий собственный. Может быть, нам позаимствовать их диету? Много приятных часов было потрачено на выдвижение всевозможных гипотез. Морелла! Вернитесь к своей карте! Есть, сэр. Вы терпеливый человек, Морелла. Я не смог бы переносить травли этого чурбана. Он был капитаном в моем последнем рейсе. Я допустил ошибку. Два градуса права на борт. Вы уверены, мистер Морелла? Нет, три градуса права на борт. Этого оказалось достаточно, чтобы убить человека. Как и муравей, каждый человек имеет свое предназначение. И он должен исполнить его, невзирая на цену, которую придется заплатить. Когда этот рейс закончится, мы больше никогда не разлучимся. И начнем обустраивать семейное гнездышко? Да. Возвращайся домой без происшествий, мой ненаглядный штурман. Женщины. Доктор? Они могут оказаться в будущем через свою способность производить потомство. Но мужчина может делать это только через свою работу. Мы, люди науки, должны держаться вместе. 12 августа. Яростный шторм обрушился на нас. Увеличить подъемную силу. Сделано, сэр! Пар и железо были беспомощны перед лицом растушевавшейся стихии. В течение 14 часов мы неслись вслед за ветром, вдалеке от торгового маршрута. Утроить обороты. Мы сожжем подшипник, если сделаем это. Выполнять! Координаты, мистер Морелло. Один момент, сэр. Корабль прямо по курсу! Право на борт, полный назад! Аварийные огни! Есть аварийные огни, сэр! Обшивка разорвана! Мы снижаемся! Покинуть корабль! Покинуть корабль! Одним жестоким ударом все было разрушено. Вместе с моей карьерой. Эй, на Иеронимусе! Эй! Эй, на Иеронимусе! Я покажу этим проклятым рыбакам, как ходить без огней! Эй, на корабле! Морелло! 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 Ну-ка, поднимайтесь со своих коек, тюфики! Какого чёрта? Полагаю, что их атаковали пираты. Отряд Чешуекрылые? Разумеется, нет. Внутри холодильной камеры ужасное зловоние ударило нам в нос. Но не считая разложившихся рыбьих туловищ, в помещении было пусто. Думаете, что найдёте здесь немного рыбки, сэр? Мой Бог Мы не можем игнорировать того, что здесь произошло. Я настаиваю. Наш долг перед наукой обязывает нас разобраться в том, что случилось. Наука будь она проклята в гробу я видал. Капитан... Мистер Морелла... Они вели промысл в неисследованном воздушном пространстве. Возможно, они выловили нечто необычное. Академия щедро вознаградила бы вас за неизвестный вид. Вы не понимаете. Я потерял свой корабль. Я уничтожен. Правила спасения на море дают вам этот корабль. Если вы отвезете меня на остров, я прослежу, чтобы Академия удвоила ваш гонорар. Я напоминаю вам, у нас нет компаса. Но у нас есть штурман. Не так ли, мистер Морелло? 13 августа. Без компаса я прокладывал наш курс с помощью навигационного счисления. Наше новое направление уводило нас вглубь неизвестного воздушного пространства, прочь от зоны досягаемости передатчиков и возможной помощи. Еще неделя, любимая. Не дольше, я убежден. Бери столько времени, сколько нужно. Тем радостнее будет встреча. Амелия! Это всего лишь простуда. Амелия! Она больна. Пожалуйста, капитан, верните меня обратно. Ты не в силах ей помочь, мой мальчик. Верните меня назад! Эй, аккуратнее! Кэмп! Оставайтесь на заданной высоте. Выровняйте курс. Амелия! Северное сияние? Нет! Души умерших, вот что это такое. В тот вечер Лебран слег подкошенной болезнью. Души умерших, амелия! К моему громадному облегчению, капитан объявил, что мы поворачиваем домой. Академия будет вынуждена пересмотреть действующий договор, и кошелек перевесил сострадание. Кэмп, возвращайтесь на прежний курс. Я подумал, что в следующий раз увижу Амелию уже только в загробной жизни. Курс, мистер Морелла. Курс и скорость в норме. Вы уверены? Слева по борту. Три метра. Справа по борту два метра. Слева два. Слева один. Глубина под килем ноль. Ах, вы все-таки убьете нас на этот раз. Направление 255 градусов. Ну что ж, браво, штурман. Да-да, триумф. Капитан, вы распорядитесь насчет высадки на берег? Не унывай, мальчик. Скоро ты будешь со своей женой. Кэмп, я останусь караулить. Ковакс, давайте посмотрим, какое продовольствие эта куча грязи может нам предложить. Вулкан, мой мальчик. Жара – великий источник жизни. Когда мы добывали продовольствие, в воздухе раздался звук, подобного которому я никогда не слыхал ранее. Он влек меня с такой силой, что я задался вопросом, не наткнулись мы на место жительства легендарных сирен. Казалось невозможным, чтобы такая ничем не примечательная вещь могла создавать такое благозвучие. КАПИТАН 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 Помогите мне! Нет! Ты ранен, мальчик? Мертвый экземпляр бесполезен для Академии. Одно из них расправилось с людьми на иронимусе. Я не намерен предоставлять другому такую же возможность. Даже будучи мертвым, чудовище не должно было пропадать впустую. Ни один из нас не был профессионалом в кулинарном искусстве, поэтому плоть была обуглена снаружи и оставалась кровянистой внутри. Лебран был слишком слаб, чтобы есть, поэтому я приготовил ему бульон. Это было большее, что мы могли для него сделать. Чудо! Да нет же, дурень. Это существо, лекарство. Мы должны заполучить экземпляр. Я говорил вам уже, вы не поднимете монстра на борт. Я и не собираюсь. Клод настоял, чтобы мы раздобыли шесть коконов, для того, чтобы создать размножающуюся колонию для производства лекарства. Подобно героям мифа, мы похитили наш приз. И, поднявшись в воздух, полетели домой, чтобы освободить нашу землю от микробного вторжения. Вылезай, крошка. Моя красавица. Во имя святого. Бросьте это за борт. Тогда какое средство от болезни вы привезете своей жене? Я пробовал кормить их, но они отказывались от всего, что я предлагал. И тогда неосторожное обращение с моим ножом дало мне ответ. Джаспер. Джаспер. Морелла. Не желаете ли увидеть чудо? Экстраординарно, не так ли? Капитан должен узнать об этом. Академия пошлет меня обратно на остров. И я буду настаивать, чтобы экспедиции руководили вы. Нет. Морелла. Начнется паника. Они убьют его. Если существо умрет, умрет и Амелия. Я не мог позволить этому произойти. 23 августа. Ковакс поймал Каталинетту. Команда увидела в этом деликатесе повод для празднования. Ковакс-царь рыб-свиней. Клод присоединился к нам, хотя я никогда прежде не видел, чтобы он притрагивался к спиртному. Той ночью, каждый из нас, шатаясь, брел назад к своим койкам, чтобы свалиться в пьяном забытии. Хорошего вечера. На следующее утро исчез Ковакс. Ковакс! Ковакс! Доктор! Здесь его нет. Когда поиски не принесли результатов, капитан пришел к заключению, что Ковакс свалился за борт. Двумя днями позже исчезли Браун. Я больше не мог игнорировать ощущение того, что Клод был причастен к происходящему. Доктор! Очаровательное существо! Вы не находите? Было бы преступлением позволить ей умереть из-за отсутствия хлеба насущного. Где остальные? Они спят в ожидании момента, когда у нее проснется потребность. Ради Бога, Клод, не делайте этого. Каждый человек имеет свое предназначение. Ваше доставит нас домой. Ваша жена ждет. Будь Клод самим дьяволом. Он не смог бы придумать более ужасные пытки. Мой дорогой... Вы будете гореть в аду, Белган! Нет! Нет! Наш вояж завершается, не так ли, мой друг? Если я прав, торговые маршруты пролегают вдоль кромки льда, и маяки приведут нас домой. Я стал относиться к вам с симпатией, Морелла. Мне будет не хватать наших бесед. Тем не менее, мужайтесь. Один градус изменил мою жизнь, и это должно было случиться снова. Помогите мне! Пожалуйста, Джаспер, пожалуйста! Я умоляю вас! Я не могу! Вы хотите иметь еще больше смертей на вашей совести! Нет! Если вы читаете это, то вы знаете, что это существо – сокровище, не имеющее цены. Много крови было пролито, чтобы заполучить его. И я молюсь, чтобы моя была последней. С понижением нашей температуры, я надеюсь, что моя кровь придаст ему сил продержаться до момента, когда подоспеет помощь. Если я не выживу, моя дорогая Амелия, знай, что мои последние мысли были о тебе. Живи и не тоскуй по мне. Ведь я буду находиться среди большой компании душ, скачущих верхом на всполохах полярного сияния по направлению к вечности. Возможно, им понадобится штурман. Озвучил Юджин Грин. Группа ВКонтакте Юджин Грин Студио. Озвучивание фильмов. Заглядывайте в гости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok